Это место окружено колючей проволокой. Вход охраняют вооруженные бойцы. Это зона отчуждения. Территория диаметром в 30 километров, расположенная вокруг Чернобыльской АЭС. Внутри десятки пустых деревень и заброшенный город. Сюда приезжают только за воспоминаниями. Квартира 25. Только, может, что-то еще письмецов где-то. Нифига. Пустые улицы Припяти принадлежат животным и оборотням. Так называют преступников, бежавших сюда от правосудия. Какие тайны скрываются за колючей проволокой? Кто совершает здесь преступление? Профессор-генетик Вячеслав Коновалов собирает в зоне коллекцию мутантов. Иностранные журналисты предлагали большие деньги, чтобы он показал ее. Я не согласился. Как живется тем, кто рискнул вернуться в эпицентр радиации? Самоизоляция еще. Милиция охраняет. Дрова есть. В деревнях нет магазинов, электричества и водопровода. Раз в месяц сюда приезжает автолавка. Как из-под земли вырастают люди, они бегут за машиной, ведь всем может не хватить. КРИКИ Что стало с артистами, которых послали выступать в Чернобыль, чтобы те успокоили население? Взял специальный костюм, отдельную куртку, которую я знал, что я выброшу. Кепочку надел, на всякий случай, чтобы волосы не выпали. Александр Коваленко имел доступ ко всем секретам Чернобыльской аварии. За ним охотились иностранные спецслужбы. Это та самая красная кнопка. Когда ее нажали, станция взорвалась. После взрыва с пульта управления кнопка загадочно исчезла. Вопреки всем предупреждающим знакам, эти люди снимают здесь эротический фильм. Актрисы в респираторах. Любим друг друга, гладим, гладим. Кто появляется и уходит из мертвого города? Зачем люди пытаются пробраться в зону через посты охраны и колючую проволоку? Что стало с облученными людьми? Уникальные кадры и шокирующие откровения участников трагедии. 26 апреля 1986 года Людмила Игнатенко собиралась в отпуск. Ночью ее мужа пожарного вызвали по тревоге. Говорит, ну на атомный пожар, мы скоро будем. Василий Игнатенко первый поднялся на горящую крышу реактора. Оттуда его увезли на скорбь. Что случилось? Они отравились газами. Там от медсестры она слышит страшные слова. Радиоактивное облучение. Тогда Людмила пропустила это мимо ушей. Она говорит, волосы вылазят. Я говорю, ну подумаешь, так сама себе. Ну подумаешь, облысеет. Ну что? Людмила не узнала мужа. Руки отекшие такие. И одно он твердил, уезжай отсюда. На следующий день Василий Игнатенко и другие пострадавшие пожарные исчезают из Припяти. Людмила понимает, что-то здесь не так. Эти кадры снял профессор Вячеслав Коновалов. Две головы у теленка черно-пестрой породы. Три уха. Он уже 20 лет собирает в Чернобыльской зоне генетически измененные организмы или попросту мутантов. В этом сарае он хранит несколько объектов. Теленок с врожденной патологией незаращения брюшины. Это очень часто распространенная патология. Это может подтвердить... О, пардон, это не все. А что ж такое? Это телевидение. Не, ну она же здоровая была, или я его перетащил уже, или его уже сперли. Коллекцию несколько раз пытались уничтожить, поэтому профессор очень осторожен. Это же единственное в мире. Покажите мне другую. Наконец достает нужную коробку. В этой коробке должен быть жеребенок под кодовым названием «Восьминогий». Его фотография была показана Горбачеву. Он сказал, что этого не может быть. Вот здесь идет раздвоение копытцин. Мутантов для своей коллекции Коновалов находит на Украине и в Беларуси. В глаза этого же ребенка вставлены лампочки. Сначала ученый хотел отдать его в детский театр, но там испугались подарков. Я думаю, на втором этаже вот этого парилки сделать приватный музей Чернобыльской катастрофы. В этом заброшенном доме, внутри Чернобыльской зоны, милиция обнаружила тело старика. Возле дома лежит странное оружие – арбалет. Милиционеры не подозревают, пока они проводят обыск, убийца наблюдает за ними с верхушки сосны. Наши эксперты проверяли, значит, дальность полета стрелы, там, 400 метров. Местные жители со страхом рассказывают, одно сельчанина убило таинственное существо. Они называют его Тарзан. Он живет в землянках, питается мясом диких животных и одет в тряпки. Руководитель музыкальной группы Иван Чемизов приходит в ДК энергетиков города Припяти. Вот сцена, на которой мы играли, вот здесь вот на этой сцене выступали. Здесь уже понятно, что ничего не существует. 20 лет спустя музыкант приехал в заброшенный город. Здесь он жил с женой и двумя дочерьми. Здесь мы катались на колесе обозрения с ребенком. В этом доме была его квартира. Здесь Иван оставил пианино, одежду, книги. Теперь ничего нет. Вроде бы как жили, ничего не предвещало, радовались жизни. В один момент все прекратилось, все, ну, как война. Иван хорошо помнит эвакуацию. Власти разрешили взять с собой немного еды, деньги и документы. Внимание, внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиоактивная остановка. Раньше музыкант никогда не видел столько автобусов. В два часа дня началась погрузка. К вечеру колонна из полутора тысяч машин покинула город. Уезжая, люди оставили в холодильниках продукты. Через несколько дней они стали портиться. Электричество в городе отключили. Это уникальные кадры. Люди выбрасывают из окон холодильники, чтобы предотвратить эпидемию. Потом их собирали и отвозили на свалку. Некоторых охватывает психоз. Вот летит диван. Эта пленка 20 лет была засекречена. Ее снимали на утро после взрыва на Чернобыльской станции, чтобы показать на Политбюро руководству страны. Выше! Вы! В-в-в-в-в-в! Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет! Где дым! Отчетливо видно. Контур реактора разрушен. Над обломками поднимается дым. Счетчики радиации показывают смертельную дозу облучения. Что произошло? Ядерный взрыв? Диверсия? Или что-то другое? Руководство страны в растерянности. Такой аварии в мире еще не было. У директора Института атомной энергии академика Александрова была своя версия. Кто виноват в аварии? Я ему как-то задал вопрос. Анатолий Петрович, скажите, а кто виноват во взрыве Чернобыльской станции? Медведева, Райкин, Аркадий. Эти кадры сделаны во время судебного процесса над руководителями Чернобыльской АЭС. Они являлись сыновьями своего времени, своей эпохи, своей, если хотите, системы. И, в общем-то, работали и жили так, как было принято все эти годы. В 1986 году Александр Коваленко работал на ликвидации последствий Чернобыльской аварии, был заместителем директора станции, имел допуск ко всем секретам этой операции. И лишь спустя 20 лет этот человек расскажет, как все было на самом деле. Это Митинское кладбище Москвы, где похоронены жертвы Чернобыльской трагедии. Теплая плита. Под скромной плитой лежит знаменитый ученый, трижды герой социалистического труда Анатолий Александров. Никита Хрущев лично поставил перед академиком Александровым и генералом армии Славским сложнейшую задачу. Переделать обычный боевой реактор, который производит оружейный плутоний для атомного оружия, так, чтобы тот вырабатывал электроэнергию. Решение подсказал знаменитый сатирик Аркадий Райкин. Его выступление ученые увидели по телевизору. Валерину, видали, она вертится, аж в глаза хребит. Привяжи к ноге Динамо. Пусть она ток дает в недоразвитые районы. Что делается? Я, говорит, посмотрел на Фиму, Фима посмотрел на меня, мы поехали к Никите докладывать. Строго говоря, если к нему привязать хвост, то есть динамку, ну сначала турбину, к турбине динамку, то эта балерина будет давать электроэнергию. В результате чего Никита Сергеевич остался очень доволен. Между собой ядерщики за простоту и дешевизну называют реактор чернобыльского типа самоваром. Директором станции назначают Виктора Брюханова, который работал до этого только на тепловых станциях. Зачем мне такая работа нужна? В тот день персонал четвертого блока проводил испытания. Инженеры хотят убедиться, сможет ли реактор охлаждать себя сам в случае аварии. Персоналу в эту ночь было все. Я прошу прощения, п***. Ребята приехали неизвестно откуда. Приехали аж из самого Харькова, для того, чтобы провести эти испытания. После любых испытаний принято всегда эти испытания отметить. Значит, стоит где-то накрытый стол. В эту ночь было три свадьбы, которые можно было успеть посетить. Позже следствие установит, по вине диспетчера мощность реактора падает почти до нуля. По регламенту его нужно заглушить на 8 часов и после начать испытания заново. Но ждать никто не хочет. Чтобы поднять мощность реактора, персонал станции отключает 4 уровня автоматической защиты. Словно они хотели быстрее закончить испытание. Ребята хотят домой. Выходные дни. Им ехать в Харьков. Три свадьбы на дворе. Да и потом авось пронесет. Все мы не дураки. В смысле выпить. Операторы уверены, самовар вытерпит все. Но реактор выходит из-под контроля. Диспетчер слишком поздно нажимает кнопку аварийной защиты номер 5. Раздается взрыв. Александр Коваленко достает из тумбочки ту самую кнопку аварийной защиты. Одним нажатием замурзали пол Европы, Украину, часть России и Белоруссии. Кто виноват в катастрофе? Персонал или конструкция реактора? Споры об этом не утихают до сих пор. Чтобы поддержать ликвидаторов аварии, в мае 86-го года в Чернобыль приезжает Алла Пугачева. На концерт люди приходят прямо с работы, в халатах и шапочках. Если бы не авария, многие из них, возможно, не увидели бы звезду эстрады так близко. Этим вечером зрители и артисты стараются не думать про радиацию. Вместе с Пугачевой в зону приезжает молодой исполнитель Владимир Кузьмин. Мы с Аллой сидели на студии. Ей позвонили, насколько я помню, какое-то руководство и попросило приехать к концерту для поддержания морального духа рассказать. В общем, как на войне. Она мне спросила, ты не боишься? Я говорю, нет, говорю. Ну, поехали. После концерта звезды эстрады поехали фотографироваться на фоне реактора. И тут подъехали уже охранники. Хорошо, они меня узнали. Ребята, вы тут осторожнее, давайте отсюда подальше. Все-таки это опасно. Шевские концерты в Чернобыле становятся регулярными. На сцене группа «Нана». В составе группы солист Владимир Левкин. Славутичий проходил на открытой площадке. То есть у нас был тент такой на открытой площадке. Все, ну, я говорю, это незабываемое впечатление. Артистам устраивают экскурсию на атомную станцию. Никому не приходит в голову отказаться. Были у самого реактора, у саркофага. Заходили на эту зону, то есть увидели все. С нами постоянно были эти чутчики гейгера. Людмила Игнатенко нашла своего мужа пожарного в 6-й московской клинической больнице. Главврач не пускает ее в палату. Это опасно. Ради встречи с любимым Людмила согласна на любой риск и даже скрывает свою беременность. Я не знаю, почему я так сказала, что у меня двое детей. Думаю, господи, почему она меня спрашивает? И она так, ну ладно, тогда не рожать. И она мне пропуск выписала с 9 утра до 9 вечера. Людмила проводит с мужем дни и ночи. Его состояние ухудшается прямо на глазах. Как лечить лучевую болезнь, никто не знает. Василия переводят из общей палаты в барокамеру. Хирург делает пересадку костного мозга. Но пожарному все хуже. Надо было каждое утро даже по два раза поменять простынь. И у меня просто на руках оставалась его кожа. Деревня-дворище Гомельской области находится в 7 километрах от Чернобыльского реактора. Уровень радиации здесь выше нормы в 8 раз. Местные жители часто ходят за границу в заброшенную Припять. Разбирают дома на кирпичи. Жена кормит. На этом поле выращивают картошку. По документам, эта земля чистая. Продукцию свою на Россию отправляем в Санкт-Петербург, Москва. Профессор-генетик Вячеслав Коновалов показывает свою коллекцию. Вот эти поросята. Одна голова, два туловища. Такие же и дети рождаются. Экспонаты хранятся в пластиковых контейнерах. Вот это самый выдающийся плод. Этот плод кричит. Что вы делаете со мной? Вы видите? Эти иностранцы заплатили большие деньги, чтобы попасть в зону. Для них это самая экстремальная экскурсия в жизни. Боится? Фифа. Чего боитесь? Того, что не видно. Радиация? Да. Анна Ивановна вернулась в свой дом через месяц после эвакуации. Она не верит в радиацию. Она предлагает туристам бесплатную экскурсию на реактор, но те готовы заплатить, лишь бы не идти. Я боюсь, я боюсь. А, так ты боишься, я же не боялась, дожила. Старушка угощает иностранцев водой из колодца. Она считает ее чистой. Туристы пока тоже. Анна Ивановна чувствует себя звездой и раздает автографы. На старости лет она хорошо выучила географию. Русский, да? Не хочешь ты? Нет, я не русский. А кто? Из Чили. Чили – это Южная Америка. Далеко-далеко. Так я знаю. Обязательная часть экстремального тура – посещение города-призрака Припять. Время здесь остановилось в 1986 году. Музыкант Иван Чемизов приехал в Припять, чтобы вернуть своей душе покой. Катастрофа забрала у него старшую дочь. Оля была талантливой девочкой, мечтала стать пианисткой. Мы когда уезжали в 1986 году отсюда, то есть дочери было 5 лет. В 13 лет у нее обнаружили рак. И после этого уже как бы ребенок буквально прожил два месяца и умер. Иван считает, в смерти девочки виноват Чернобыль. Он долгое время проклинал себя за то, что приехал в Припять. Пришло время помириться с городом, который он до сих пор любит. Сыщики, расследующие убийство старика Самосела, нашли землянку, где жил таинственный Тарзан. Он спал на этом матрасе, а здесь разделывал добычу. Чтобы не оставлять следов, существо передвигалось по деревьям, как обезьянам. Удалось установить. Единственный человек, с которым общается существо, одна старая бабка. В ее доме устроили засаду. Но Тарзану удалось ускользнуть. Как ни в чем не бывало, он переплыл холодную реку и скрылся на противоположном берегу. Людмила Игнатенко дни и ночи проводит в палате мужа. Однажды она отлучилась на два часа. Когда вернулась, кровать Василия была пуста. Умер и звал меня. Сильно он звал меня. Блин, вот тебя не было два часа, и он звал. Через четыре месяца у Людмилы родилась девочка. Она прожила всего пять дней. У малышки был врожденный порог сердца и цирроз печени. Всю радиацию, которую получила мама, ребенок взял на себя. Я на то время не думала, что дочке будет плохо. Я считала, что она защищена, что она во мне. Это один из детских домов под Киевом. Здесь находятся дети, пострадавшие от чернобыльской аварии. У нас был один ребенок, у которого было указание на то, что папа работал в Чернобыле. Ребенок был с множественными врожденными пороками, нежеснеспособный. Он прожил очень недолго. В этой больнице лежат дети, больные лейкозом. Каждый день умирают здесь дети, на наших глазах. Вот сегодня только что умер мальчик ночью в 4 часа утра. Я сама жить не буду, если бы его ребенка не спасут. Я не смогу жить просто. Петрович никогда не уезжал из чернобыльской зоны. Он показывает свое хозяйство. Да, Любаша! Пенсионер заявляет, все, что растет у него во дворе, безопасно для здоровья. Это подтверждают справки врачей. Вот только они потерялись. Недавно Петрович стал жертвой мародеров. Они ограбили его, пока тот спал. Забрали сало, муку забрали, веломашину забрали. И до сих пор не нашли. Лучшее средство против радиации стопка за обедом. Горелку делают сами, а вот за пивом приходится ездить в столицу. Спасибо. Я два раза там. В зоне отчуждения животные чувствуют себя настоящими хозяевами. Волки стали нападать на человека. Люди защищаются вот так. Вот это мое оружие. Видите, вот, оружие мое. Вот это я должен вот так встать к стенке, чтобы он меня сзади не ухватил. И вот этим вот. Ликвидаторы Чернобыльской аварии заметили одно странное влияние радиации. Мы это называли гиперсексуальной эйфорией. Малые дозы облучения усиливали у женщин инстинкт продолжения рода. У нас ходили даже анекдоты. Что у тебя с зубами? Да вот хочется, аж зубы сливал. Мужчинам требовалось доза в несколько раз больше. Появилась даже такая поговорка. Даже тысячу рентген не сломают русский... Режиссер эротического фильма под псевдонимом Боб Джек знает об этом парадоксе. В своем новом фильме он хочет показать, что Чернобыль это не опасно, а страшно. Страшно эротично. Рекция равно радиация. Радиация теперь играет роль Виагры и всех других средств. Да, да. И мы в этом убедимся. Назад. Опа! Супер. Теперь такое бэби фейс. Бэби фейс. Наташа и Рома родились в Припяти. На свадебное путешествие у них нет денег. Они приехали в город детства. А вот это вот наша печка была. Когда была маленькая, бегала тут по ней. Боже, как все завалено вообще. Своего жилья у молодых нет. А этот дом нужно отстраивать заново. Согласится ли Рома с предложением Наташи свить семейное гнездышко в радиоактивной зоне? Марина единственный ребенок, который живет в заброшенной деревне. Здесь нет школы, поэтому в рабочие дни девочка уезжает в интернат, а на выходные возвращается обратно в зону. В деревне у Марины есть друг. Старый пес Мираж. Обратите внимание, Мираж тоже пострадал от радиации. Девочка живет с тетей. В их доме есть электричество и даже холодная вода. Женщина считает, в зоне нормальная экология, поэтому делает много домашних заготовок. Это все со своего рода. И не боимся кушать, все кушаем. Это место они считают своей родиной и не собираются уезжать. И деревья наши, и дома наши. Если бы мы уехали, мы бы уже и умерли до сих пор. Так в зоне проходят похороны. За гробом идут одни старики. По убеждению жителей зоны, они живут дольше, чем городские. Вот только стареют раньше. Сказывается, тяжелая работа. Это Виктор Брюханов, директор Чернобыльской АЭС. Суд признал его виновным в катастрофе и дал максимальный срок 10 лет колонии. Виктор отсидел 5 и был освобожден досрочно. Сегодня бывший директор станции живет в Киеве. Он обвиняет в аварии создателей реактора. А работники станции просто проводили плановую проверку. Точно такую же проверку проводили на третьем блоке год тому. Там все прошло нормально, а здесь получилась такая накладка. Это директор института ядерной энергии академик Александров. Именно он придумал идею создания такого реактора. Сразу после аварии Александров приехал в Чернобыль. Здесь работа, конечно, сейчас и очень важная, и очень интересная, и очень хорошо, что здесь такая большая группа работает. Академик утверждал, в аварии главную роль сыграл человеческий фактор. Анатолий Петрович Александров непрямую он в этой аварии быть виноватым не может. Сегодня Александр Коваленко делает сенсационное признание. Ошибка в устранении аварии увеличила радиационное загрязнение Беларуси. Чтобы охладить раскаленный реактор, под его днища лили жидкий азот. В итоге получился эффект печки. Выбросы из реактора только усилились. Но этого хватило для того, чтобы побрызгать на Беларуси достаточно активно. Советский Союз потратил на ликвидацию последствий катастрофы огромные средства. Но дороже всех денег жизни людей. Ликвидаторы отдавали их бесплатно, чтобы спасти мир. Вот так, вручную, солдаты расчищают крышу машинного зала от ядерного топлива. Свинцовые пластины на груди и голове. Их единственная защита от радиации. Это Яков Хаджиев. Один из тех, кто расчищал завалы спустя 10 лет. Это Станислав Найденов. На ликвидацию аварии он приехал по повестке военкомата. Он получил смертельную дозу радиации и умер в больнице. Малышко! Как живут ликвидаторы Чернобыльской аварии сегодня? Американцы, например, платят за один полученный рентген 2 тысячи долларов в месяц. То есть моя пенсия была бы приблизительно 320 тысяч долларов в месяц, а я получаю 5 копеек. Чтобы посетить могилу любимого, Людмила отправляется из Киева в Москву. 20 лет назад она хотела забрать тело домой, но президент СССР Горбачев по ее словам выступил против. Горбачев тогда вышел, ну, поймите, это герои, они спасли мир, они должны быть похоронены здесь, в Москве. Теперь на каждую поездку за границу женщина долго копит деньги. Иногда она берет с собой сына. Тогда, в 86-м, врачи были категоричны. Если она не родит сейчас, детей у нее не будет никогда. Так на свет появился Анатолий. До УЗИ никак не могли ручку найти его. Я думала, Господи, неужели ты меня накажешь еще этим? Мальчик родился здоровый. Сегодня Анатолий учится на втором курсе института. Я всегда знал, что Василий не мой отец, но я считал его своим героем. Сыщики установили личность неуловимого Тарзана, которого они ловили по всей Чернобыльской зоне. Он подался в Киев. Оперативники устроили засаду в месте, где тот должен был появиться. Наконец-то выяснится, кто это таинственное существо. Это единственные кадры, сделанные после задержания Тарзана. Это Илья Злотенцев. Именно он, как считает следствие, убил старика из-за бутылки водки. Когда ему было 12 лет, после конфликта с матерью мальчик убежал из дома в Чернобыльскую зону, где 10 лет вел образ жизни дикаря. Александр Коваленко бережно хранит свою реликвию. Сотни людей погибли, тысячи стали инвалидами, десятки тысячи...